Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Аяты 16-17. Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит Его Всевышний и приветствует, говорил. Найлучшей молитвой после обязательной является ночная молитва. Тахаджуд. Хадис передал муслим. Тахаджуд – это желательный намаз, суннат. Его название образовано от арабского глагола «тахаджда», что означает «вставать ночью». Время совершения тахаджуд-намаза наступает после обязательной ночной молитвы, иша, и длится до начала утреннего намаза, после короткого сна. В этот промежуток времени мы можем совершать тахаджуд. Самое предпочтительное время для совершения – последняя треть ночи. Со слов Абу Д'Арды, да будет доволен им Аллах, передают, что пророк, да благословит Его Всевышний и приветствует, сказал. «Тому, кто отправится в свою постель с намерением встать ночью для совершения молитвы, и кого одолеет сон до наступления утра, в книгу деяний запишут то, что он намеревался совершить, и его сон станет милостыней для него от Господа». Хадис передал Ибн Маджих Ан-Насаи. За любой намаз, совершаемый ночью после пробуждения, будь это возмещаемый, совершаемый по обету, назру, витру или другие желательные намазы, мусульманин получит вознаграждение в виде намаза тахаджуд. В хадисе, приводимом Термези Хакимом и Ахмадом, говорится, «Старайтесь просыпаться и подниматься на молитву в ночное время, ибо так делали лучшие праведные люди, которые жили до вас. Это приблизит вас к Аллаху, смоет ваши грехи, освободит вас от болезней». Количество ракаатов для намаза тахаджуд не установлено. Чем больше, тем лучше. Есть ученые, которые говорят, что минимум ракаатов для него два, максимум – двенадцать, среднее число – шесть. Вместо того, чтобы совершать много ракаатов в торопях, лучше совершить меньше, но спокойно, читая длинные суры. В хадисе, приводимом Дайлами, говорится, «Проснувшись ночью, совершайте хотя бы два ракаата. Ночные молитвы очищают от грехов, уменьшают гнев Аллаха и жар огня ада». Желательные действия тому, кто собирается встать ночью на тахаджуд, являются. Первое. Перед сном вознамериться проснуться ночью на молитву. Второе. Проснувшись, протереть лицо, чтобы прогнать сон, почистить зубы сиваком, посмотреть на небо и обратиться к Аллаху с мольбой, с которой взывал посланник Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует. Со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что когда пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, просыпался ночью, он говорил, «Нет Бога, кроме Тебя, преславен Ты, о Аллах, прошу у Тебя прощения за мой грех и прошу у Тебя милости. О Аллах, добавь мне знания и не сбивай с пути сердце мое после того, как Ты указал ему прямой путь, и даруй мне от Тебя милость, ведь поистине Ты дарующий». Хадис передал Абу Дауд, Анна Саи. Третье. Пропустить молитву, если одолеет сон, и выспаться. Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передают, что пророк, да благословит его Всевышний и приветствует, сказал, «Если кто-нибудь встанет ночью и окажется, что ему трудно читать Коран, а сам он не будет знать, что говорит, пусть ляжет поспать еще». Хадис передал Муслим. Четвертое. Разбуди членов своей семьи. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передают, что пророк, да благословит его Всевышний и приветствует, сказал, «Да помилует Господь мужчину, который поднимается ночью, совершает молитву и будит свою жену, которая также совершает молитву, а если она отказывается вставать, брызгает ей в лицо водой. Да помилует Аллах женщину, которая поднимается ночью, совершает молитву и будит своего мужа, который также совершает молитву, а если он отказывается вставать, брызгает ему в лицо водой». Хадис передал Абу Дауд, Ибн Маджах. Пятое. Не перегружать себя, а молиться ночью столько, насколько хватает энергии, но совершать эту молитву регулярно и никогда не пропускать ее, разве что при вынужденных обстоятельствах. Действия, способствующие выстаиванию ночей перед Аллахом. Упомянем некоторые из них. Первое. Избегание грехов днем. Второе. Поминание Аллаха перед сном. Третье. Ранний отход ко сну. Четвертое. Короткий отдых в полдень. Пятое. Умеренность в еде и питье. Шестое. Сон в состоянии ритуальной чистоты. Седьмое. Сон на правом боку. Восьмое. Самоотсчет и самоосуждение за пропуск Тахаджуд-намаза. Со слов Абу Малика Аля Шарий, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Всевышний и приветствует, сказал, «Поистине, в раю есть комнаты, внутри которых видно то, что снаружи, а снаружи видно то, что внутри. Аллах уготовил их для тех, кто кормил нуждающихся, часто постился и совершал ночные молитвы в то время, когда большинство людей спит». Хадис передал Ат-Табарани. «Да дарует нам Всевышние силы и крепкого имана для совершения ночного поклонения. Амин». Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов, иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок Судному Дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.